В столице Чувашии завершена федеральная программа по переселению из аварийного жилищного фонда. За пять лет в Чебоксарах новое жилье получили более 6,5 тысяч человек. Почти 84 тысячи квадратных метров аварийного жилья было ликвидировано. Дома в ближайшее время будут снесены. Наша съемочная группа побывала в семье, которая вот-вот переедет в новую квартиру. С начала месяца, как сказали, документы как дали, теперь у нас чемоданное настроение, все вон, все собираем, собираем. Зоя Николаевна Чернова показывает, что вещи уложены, мебель почти вся разобрана. Теперь осталось только получить ключи от новой квартиры. Здесь, в доме номер 57 по улице Щерса, семья Зои Николаевны живет более 55 лет. Рассказывает, что сначала топили торфом, затем установили газовое оборудование и канализацию. Но даже это уже не спасало дом от фетхости и разрушения. Вот здесь течет, колонки-то редко зажигаю. Пользуюсь, пока там открою, затопила соседку. Хорошо соседи-то, больно-то не ругаются. Ладно, можно сказать, все равно скоро переедем. В новой квартире квадрат больше. Сказали, что переплачивать не надо. Мы этому очень довольны. В этой квартире у Зои Николаевны 48 квадратных метров, а в новой 53. Увеличение площади стало возможным за счет ресурсов, которые изыскала столичная администрация. Сделать это было нелегко. Пришлось менять типовые проекты, вести переговоры с подрядчиками, чтобы уложиться в выделенные федеральным бюджетным средства. Кстати, новое жилье расположено поблизости, буквально в соседнем дворе. Пенсионерка говорит, что квартира на втором этаже, и это ее тоже очень радует. Собственники проживали в домах аварийных, то есть без удобств. Удобства у них были на улице, отопление у них было печное. Сейчас они въезжают в новые, благоустроенные, теплые, уютные квартиры со всеми удобствами в квартире и социальной отделкой. То есть у них там будет уже ремонт. В 2017 году новые квартиры получили 439 семей. Никто из переселенцев не взял денежную компенсацию. А всего благодаря программе по переселению из аварийного фонда в столице построено почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Ликвидированы 263 аварийных дома, которые в ближайшее время будут снесены. А на их месте в городе появятся новые современные объекты. Татьяна Молок, Валисия Русакова, Игорь Зверев, Республика.